Итак, что же произойдет, если взять название различных мобов из Майнкрафта, закинуть их в гугл-переводчик и перевести их 400 раз на различный язык, а потом обратно на английский, а произойдет примерно следующее, да, друзья? А вот такая игра в испорченный телефон, и самое интересное, что мы сегодня посмотрим на этих воссозданных мобов, которых перевели 400 раз, и наш любимый Таю, итальянский ютубер, воссоздал всех этих мобов в Майнкрафте. Сегодня мы посмотрим аж на целых два ресурс-пака, которые он создал, и, как вы можете видеть, минус авокадо. Да, ребята, я надеюсь, вам понравится сегодняшний очень рандомный видос, и вы поддержите его вашим лукасом, а верой, было бы очень здорово, если бы мы набрали 5 лукасов, 4, если хотите, можете даже 3 набрать, если вам так нравится. Ну и, конечно же, наш любимый рандомный комментоз сегодня залетает от Михаила, который пишет рецепт крафта Кейна, для которого нам понадобится редстоновый блок одна штука, черная шерсть 5, коричневая шерсть 3, выкладываем это следующим образом, получается кекс. Нужно зачаровать на легкость 2 и остроту 5, и получится выспавшийся Кейн. Спасибо тебе большое, Михаил, ребята, продолжайте писать ваши интересные рецепты крафта в комментариях, ну а я думаю, мы будем приступать. Как я и сказал, сегодня мы смотрим на целых 2 ресурспака от чувака под ником Таю, который всем этим занялся, он взял название различных мобов из Майнкрафта, перевел их 400 раз в гугл-переводчик, и, конечно же, для этого есть специальный скрипт, он не вручную все это делал, но просто интересно посмотреть на результаты, плюс самое интересное то, что он их изобразил в Майнкрафте, и еще одна интересная вещь, то, что я специально не смотрел на то, что сегодня нас ждет, поэтому сегодня будем удивляться, единственное, что я знаю, первый моб, на который мы сегодня смотрим, это у нас слайм. По идее, слайм превратился в rice ball. Что такое rice ball? Это рисовый шар, и давайте на это по-да, это реально рисовый шар, я бы не назвал это шаром, друзья, это рисовая пирамида с лицом, но, да, господа, вот что происходит, если взять слайм и перевести это 400 раз в гугл-переводчик, и, как я и сказал, это получается, игра в испорченный телефон, мы получаем следующее создание. Я вам честно скажу, господа, мне не очень нравится это создание, хочется прям с вертухи, прям в глаз ему дать, я не знаю почему, но хочется, поэтому, да, господа, рисовый шар из слайма, поэтому поехали дальше. Сноу-голем, друзья, снежный голем теперь у нас превратился в two children. Что такое two children? Two children это два ребенка, как это работает, извините, давайте посмотрим. Мы заспавним сноу-голема прямо здесь и... А, what? Одну секунду, это что такое сейчас было, я не понял? Ну-ка, погодите, одну секунду, я переместился в холодный биом, и давайте посмотрим на это еще раз. И что здесь происходит? Two children, то есть теперь снежный голем как будто бы состоит... Да повернись ты на меня, он издевает, он издевает, он уходит от меня, он не хочет, чтобы я сделал на него обзор. Ну-ка, подошел, ну-ка, подошел, сказал быстро. Короче, как вы можете видеть внутреннего, мы видим двух детей, которые, я так понимаю, им управляет. И именно это и пришлось воссоздать Таю, то есть two children. Я, у меня бы креативности не хватило бы для того, чтобы создать что-то подобное, если мне из снежного голема появляется two children после четырехсотов переводов. Да, друзья, вы можете видеть, у Таю все-таки есть креативность, и он сделал что-то подобное. Ну, что могу сказать? Да, это реально два ребенка, и они реально внутри снежного голема. Окей, браво, аплодисменты, чтобы сказать, класс, я себя убью, друзья, и мы идем дальше. Окей, следующий моб, на который мы посмотрим, это у нас Аксолотль, который превратился после четырехсотов переводов в Утконоса, и что сделал Таю? Он его превратил в Перри Утконоса, это тот самый мульт, который мне чем-то знаком, но мне не кажется, что я его смотрел в детстве, но это тот самый Утконос, я думаю, он вам знаком, вот если даже на него просто посмотреть, потому что у него шляпа, его та самая шляпа, друзья, и как бы это, 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 это все Утконос из Аксолотля, поэтому, ну, в принципе, не так уж и далеко. Ушел этот перевод после четырехсотов штук, но я думаю, он намного страннее, когда ты вводишь сноу голем, и у тебя появляется two children, два ребенка, это довольно-таки странно, но окей, господа. Что ж, идем дальше, следующий моб, это у нас летучая мышь, которая превратилась, угадайте во что, в USA. Что такое USA, это United States of America, то есть, каким-то образом пчела, точнее, пчела, извините, летучая мышь превратилась в Америку, и что сделал Таю, он превратил летучую мышь в пистолет, потому что Америка, пистолеты у всех, друзья, конечно же, благослови Господь Америку и оружие. Боже мой, на самом деле, это очень стрёмно, эти законы, где людям разрешается носить оружие на улицах, это что такое, Боже мой, Америка, это с собой все нормально, но, да, господа, это тупо пеколь, тупо пистолет, у которого, я так понимаю, даже два глаза есть какие-то там наверху, поэтому... Что могу сказать, вот в это превратилась у нас летучая мышь, сегодня просто печально идем дальше, я думаю, друзья, у нас следующая вещь, это визор-скелет, я даже не знаю, что это такое, давайте посмотрим, визор-скелет у нас здесь, визор-скелет, по идее, превратился в He-Man, я не знаю, что такое He-Man, He-Man, это какой-то английский перевод только получился, я в итоге не знаю, что такое He-Man, у него буква H на груди, возможно, это имеет что-то общее с He-Man, который пишется, кстати, следующим образом, He-Man, я не знаю, что это означает, но мы можем видеть, мы получаем следующий скин, теперь визор-скелет, я не знаю, к чему эта отсылка, кстати, я вам обязательно в описании оставлю ссылочки на видео Таю, потому что он вам показывает, как он все это переводил и как он делал каждую модельку, это очень интересно, вроде бы он использует блок-бенч для того, чтобы делать все эти модельки плюс текстуры, поэтому, не знаю, посмотрите, если вам интересно, Таю прикольный чувак, мы смотрели на его различные поделки уже давным-давно, и он продолжает делать прикольные вещи, поэтому, окей, идем дальше, господа, потому что следующим опытом у нас волк, который превратился в медсестру-нерс. Нерс, друзья, при чем здесь медсестра, в каком моменте, все хотят через 400 переводов, произошло какая-то ошибка, и у нас получилась медсестра из волка, но теперь вы можете обратить внимание, да, это реально волк-медсестра, у которого надеты перчатки на лапы, даже на хвост, вы можете видеть довольно-таки забавно, и в, я так понимаю, в пасте у него, это что, это кусок кости, или я даже не знаю, что там у него такое, но выглядит прикольно, мне очень нравится эта моделька, она довольно-таки забавная, поэтому, что я могу сказать, вот такая медсестра-волк, у которой мерцают глаза, то злые, то не злые, а, нет, далеко, слишком ушел кроль, да, слишком далеко, ну да ладно, ничего страшного. А знаешь что, а ну-ка, держи, суммон-раббит, вот тебе, повеселись. А, ну, я думаю, мы пойдем дальше, друзья, следующий моб, на который мы посмотрим, это у нас фантом, который превратился в хэг. Что такое хэг, друзья, это, по идее, ведьма, вместо witch можно также назвать фантома ведьма, точнее, не фантома, а ведьму можно назвать хэг, короче, давайте посмотрим, и вот, что теперь у нас получилось с фантомом, друзья. Да, слушайте, моделька-то выглядит супер прикольно, это ведьма, которая летает на метле, у которой плюс есть два вот этих вот крыла, какой-то, я не знаю, летучие мыши, но это выглядит очень здорово, к сожалению, она горит, но просто посмотрите, насколько круто это выглядит, это реально просто здорово, плюс эти частицы, которые летают фантом, они реально подходят этой ведьме, Поэтому, что могу сказать? Молодец, 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 мистер Тойо, это выглядит довольно-таки забавно, просто круто, я думаю, мы идем дальше, следующим опытом у нас треска, в принципе, я уже сделал небольшой спойлер в самом начале этого видео, треска у нас во что превратилась правильно? Авокейдо, да, друзья, я не понял, в каком моменте это произошло, но, как вы можете видеть, это просто авокадо, да, это тупо авокадо, теперь это треска авокадо, которая теперь, если находится в воде, то она будет плавать, следующим образом, если она находится на суше, то просто это прыгающая авокадо, которая выглядит именно так. А что происходит? А где мои частицы, друзья? Вам не кажется, что чего-то не хватает в моем Майнкрафте? У меня что, отключены частицы? Хотя это вроде бы не так. А? Какой-то странный у меня Майнкрафт, друзья, вам не кажется? А где частицы? А? Окей, что-то я поломал, походу, ну да ладно, не важно. Вы готовы к следующему мобу, друзья? Я думаю, это последний моб на первый ресурс-пак, на который мы смотрим, дальше у нас будет следующий ресурс-пак, не волнуйтесь, но спайдер превратился в макарони, да? Просто тупо макарон. Давайте посмотрим, я не знаю, что сейчас будет, но, о, да, это реально тарелка с макарошами, друзья, просто посмотрите на это. Окей, слушайте, это... Это выглядит довольно-таки забавно, но мне нравится, мне нравится эта текстура, мне нравится, как он ее, так сказать, изобразил в Майнкрафте. Вилка вместо головы, которая имеет на себе глаза и сами макарошки. Надеюсь, они с сыром, друзья. Какие макарошки без сыра? Ну, ребят, ну лайк за макарошки с сыром, поэтому, что я могу сказать? Это был только первый ресурс-пак на сегодня, поехали к следующему. Это у нас был Google Translate Pack 3, а мы переходим к четвертому. Окей, что ж, я установил следующий ресурс-пак, вот тут я вообще ничего не знаю, я не видел ни один спойлер этого ресурс-пака. Единственное, что я заметил, то, что что-то с кроликами не то произошло, друзья. Окей, мы сейчас на это посмотрим, но первый момент, который мы посмотрим, это Хаск, потому что Хаск превратился в Evil Man, злой человек. Давайте посмотрим, потому что как захотел изобразить злого человека Таю, а изобразил он его в виде Валуиджи, то есть злого парня из Марио, но... Да, друзья, Evil Man из Хаска у нас появился, как вы можете видеть, получился, появился, но... Прикольно, моделька, мне нравится, что я могу сказать, довольно-таки забавно нарисована. Гоу дальше, потому что... Попугай, да, друзья, следующий опыт у нас попугай. Так, дайте, во что превратился попугай после 400 переводов на различные языки, потом обратно на английский, он превратился в дрон. Дрон, это дрон, просто дрон, да, друзья? Это дрон, как вы можете видеть, теперь это у нас просто голубь-дрон. Это даже не похоже на, так сказать, на попугая, это больше похоже на какую-то реально, на какого-то реально, так сказать, голубя-дрона, то есть голубя-робота. И да, ребята, это именно так работает просто замечательно. На самом деле, с этими ресурс-маками можно просто играть в Майнкрафт по приколу, потому что, в принципе, они вам никак не помешают в вашей игре, они довольно-таки забавные, поэтому дальше делайте с ним все, что хотите. Ссылочки на скачивание всех этих ресурс-маков не будут в описании под каждое видео самого Таю, которое я вам оставлю в описании. Поэтому, окей, идем дальше, следующий моб, это у нас Черепаха, друзья. Что вы думаете, что произошло с Черепахой, а Черепаха превратилась в Краба? Я не знаю, как это произошло, но да, друзья, на каком-то моменте переводов Черепаха превратилась в Краба, и что решил сделать Таю? Сделать Мистера Крабса, который выглядит просто шикарно, я обожаю Мистера Крабса, и посмотрите, как прикольно выглядит эта моделька. Плюс, посмотрите, насколько прикольно двигаются его, так сказать, конечности, руки и ноги. Это очень здорово. Классно, окей, что я могу сказать. Идем дальше, следующий, это у нас Донки, осел, который превратился в Баттер. Баттер, это у нас масло, друзья. Почему? Почему, друзья? Почему? Это тупо, как вы можете видеть, блок масла в упаковке, который вылезает из упаковки. И, да, да, друзья, да, это реально так работает. Смотрите на это создание, это что за дичь такая? Как это может вообще такое произойти в гугл-переводчике, я не знаю. Ну, ребят, ну, 400 раз это не шутки. Это не шутки, повторюсь, он не делал все это вручную. С помощью кое-какого скрипта это можно сделать автоматически. То есть вы вводите какое-либо слово и просто смотрите, что с этим словом произойдет после 400 переводов. Я думаю, на русском это тоже можно сделать, поэтому... Да, да, господа. Окей, ладно, следующим опытом у нас Рэббит, друзья, который, так сказать, перевелся в Fast. Fast это просто быстрый. Именно поэтому-то я решил просто сделать машину. Типа быстрый, машина, кролик, машина, кроль, машина, шина, быстрый, шина, шина, быстрая, да. Yes, друзья, да, что могу сказать. Окей, ну, посмотрите, они в разных цветах идут, я даже не знаю, я думаю, только желтый есть, но да ладно. Следующим опытом у нас Реведжер, который превратился в Бизон. Давайте посмотрим. Давайте мы сделаем Самон Реведжер следующим образом. И посмотрим на Бизона, который выглядит теперь следующим образом. По вот этой стрелке на голове, на лбу, я предполагаю, что это из как раз-таки того самого аниме. Я не помню, как это называется. Аниме, не аниме, короче, не знаю. Если вы шарите, если вы знаете, что это такое, что это за создание с шестью ногами, напишите мне в комментариях. Но вот эта стрелка мне знакома. Мне кажется, это какое-то аниме, друзья, я честно не знаю, но мне так кажется, поэтому... Ладно, господа, идем дальше, потому что следующим опытом у нас Сквит, наш любимый кальмар, который превратился в... Сову. Я не шучу, друзья, обратите внимание на это, мы берем Сквида и посмотрите на это. Это реально сова. Подводная теперь сова. Давайте мы столкнем ее в воду. Давай, давай, плыви. Я просто хочу посмотреть, как она будет вести себя в пати. Это... Это... Это очень странно, друзья. Это реально очень странно, что могу сказать. Окей. Вау. Вопросы... Вау, вау, вау. Аплодисменты в студии. Идем дальше. Следующим опытом у нас кот, который превратился в айс-крим. Я думаю, все знают, что такое айс-крим. Это мороженое. И это у нас теперь новый кот. Да, господа. Да. Это реально кот мороженое. Много... Много шаров мороженого на этом... На этом мороженом. Да. Как вы можете видеть. Поэтому... Это выглядит довольно-таки странно, но очень забавно. Классно. Ну, давайте посмотрим на последнего. Моба. Это у нас медведь. Я даже не знаю, что там с медведем случилось. Слово медведь, друзья, перевелось как... He owns the land. Что означает he owns the land? Он владеет этой землей. Почему это так перевелось? Я не знаю. В каком моменте. Это вообще очень странно. Но он решил сделать вот такого типа богатого медведя-босса. И как бы... Йоу. Классная текстура, кстати. Какой толстый медведь. Но... Ну да, господа. Я... Я. Я все. Я все на сегодня. На сегодня хватит дичи. Это было слишком дико. Но это было суперинтересно. Спасибо огромное Таю, что он занимается этим рандомом. Потому что это выглядит довольно-таки забавно. Проходите на его видос, если хотите. Посмотрите, как он это все сделал. И как он делал с самими модельками в блокбенче. Это довольно-таки забавно. Ну а я хочу сказать следующее. Надеюсь, вам понравился видос. А вы поддержите его вашим Лукасом вверх. Не забывайте оставлять комментосы. Подписываться на канал. Ужмякать бубенцы. Колокольцы. И все вот эти вот приколюхи. С вами был мистер Колпак. Всем пока.